Это программа Израиль за неделю. На исходе каждой субботы я Борис Штерн и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших семи дней в Израиле. Добрый вечер. Часики тикают. Чем ближе сентябрь, тем ближе выборы. Чем ближе выборы, тем больше напряжение и общая нервозность. Сезон отпусков в Израиле, которого мы так ждали, не омрачен выборами как проблемой, но усложнен с точки зрения того, что отдыхать в ожидании гораздо сложнее. Конечно, израильтяне не с такими вещами справлялись, но как-то уж все совсем сложно, ведь часики тикают. Впрочем, мы разберемся и с часиками, и с выборами, и со всем остальным. Главное, что мы по-прежнему верим в себя и в свою выживаемость. Итак, сегодня в программе Израиль за неделю. Открыть Украину. От хлебного скандала до высокой политики. Бенимин Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Киев с официальным визитом. Что было главным и почему? Ракетный шантаж. Аллаху Акбар! Хамас требует денег, топлива, прекращения блокады и угрожает ракетами и террором Израилю. Кейс Сильвера. За что и почему государство по пути к легализации каннабиса сводит счеты с создателем Телеграсса, Амосом Довом Сильвером. Таглит. Израиль для всех. 800 молодых евреев из стран СНГ приняли участие в самом уникальном проекте и узнали, чем живет Израиль сегодня. Мемента значит помнить. Иерусалимский балет представляет мировую премьеру. Спектакль о подвиге франциски Манн и катастрофе европейского еврейства. Израиль за неделю. Премьера неосторожно обошлась с караваем, точнее с его крошками. Упав на пол, они стали главной темой киевских переговоров. Ну, внешне. Оказалось, что израильские СМИ в первую очередь волнуют то, что сделала жена Нетаньягу. А по версии медиа, она должна была этот хлеб съесть, а не выбрасывать. А не то, каковы результаты встречи между израильским премьером и украинским президентом. А в этой нескандальной части визита все прошло более чем успешно. Лидеры договорились о прекращении взаимных депортаций на границе граждан Украины и Израиля, развитии экономических связей и обсудили весьма актуальные проблемы, которые касаются не только денег. По одной из версий, Нетаньягу предложил Зеленскому последничество в переговорах с Москвой по теме конфликта на востоке Украины. И по другой версии, Зеленский совсем не против использовать опыт и связи главы израильского правительства в общении с Россией. К нам в студии присоединился Цви Маген, бывший посол Израиля в Украине и России, господин Маген. Добрый вечер. Добрый вечер. Основываясь на вашем опыте, честно скажите, СМИ всегда вот так вот ловят дипломатов, политиков на каких-то проколах в протоколе или каких-то вещах, которые превращаются вроде в главное, а на самом деле совсем не главное в этом визите? По-моему, не всегда, но в данном случае, по-моему, СМИ не хотели упустить любую возможность и раздули эту возможность. Потому что у тех или иных СМИ какие-то интересы так или иначе наступить на разные мозоли, касающиеся премьер-министра, его супруги и так далее. Поэтому это было расключено. А определенные международные СМИ подхватили это, потому что это было гораздо более интересно им, чем, скажем, конкретная тематика этого визита. Ну, пронесло, по-моему. То есть имеем то, что имеем. И все-таки визит исторический, как о нем говорили в самом начале, либо это, ну, скажем так, ежедневная дипломатическая работа, которая необходима и которая ведется каждый день? Это не ежедневная, ну, хотя бы потому, что уже определенное время есть, скажем, очень слабые контакты между Израилем с Украиной, потому что по разным соображениям могу, конечно, описать. И ввиду этого этот визит принимает другую, скажем, другой вес, потому что после 20-летнего перерыва прибывает туда премьер-министр. После 5-летнего перерыва Израиль действительно начинает обслуживать с Украиной серьезную тематику, которую избегал ввиду, скажем, позиции России по этому вопросу. И поэтому весь этот комплекс теперь как-то рассматривается иначе. Поэтому по определенным аспектам это какой-то мере серьезный визит ввиду этих событий. По тематике это зависит от результатов. Тематика была такая достаточно двухсторонняя, скромная. Если, конечно, обойти вопрос, касающийся отношений Украины с Россией, но это отдельный вопрос, который я тоже не исключаю, что был затронут. И это, вероятно, все в основном имело ввиду. То есть впервые получается, что Израиль может сыграть некую посредническую международную роль в открытом конфликте между двумя европейскими странами. И, в принципе, это наша цель. Зачем? Ну, я, во-первых, скажу, не впервые, потому что Израиль уже, вероятнее всего, играл эту роль в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Но не настолько открыто. Достаточно открыто напоминаю, что были контакты, и потом у нас в Иерусалиме произошла встреча трех советников НАЗБЕЗа. И это результат определенных контактов. И ввиду этого Россия занимает определенную позицию по конфликту Соединенных Штатов с Ираном. Так что Израиль в этом вопросе был задействован. Ну, не будем преувеличивать его значимость, в конце концов, но все же. Но военного конфликта между Россией и Соединенными Штатами нет. Украина и Россия, на самом деле, находятся в состоянии полувойны. Много игроков на этом поле. Идет война. Это не только между Украиной и Россией. Это противостояние Запада всего как такового на украинской площадке, как говорят ныне, против России. И это уже продолжается несколько лет. И пытаются как-то спустить на тормозах, найти какой-то выход из этого положения до выборов нынешнего президента. Это как-то вяло раскручивалось и, вероятно, все же стопорилось. По-моему, Зеленский настроен на решение этого вопроса. По-моему, даже больше американцев подталкивают Зеленского решать этот вопрос. И они увязывают украинский вопрос с глобальным вопросом. А украинский вопрос очень важен для России, потому что ввиду Украины у России неприятности. Так сказать, условно говоря, неприятности. Я напоминаю о санкциях и все, что с ним связано. Поэтому все стороны имеют интерес этот вопрос решить. Зачем все-таки посредничество и участие в этой истории Израилю? Во-первых, подчеркиваю еще раз, я не знаю. Я предполагаю. Израилю, потому что в Израиле есть, так иначе, статус. И у премьер-министра лично, да, статус арбитра, статус тяжеловеса в международных отношениях. И с ней, с его мнением считаются. И непосредственно у этого премьер-министра есть хорошие рабочие отношения и с президентом России, и с президентом Соединенных Штатов. Они к нему прислушиваются, и поэтому было учтено, что, не исключено, что можно там деликатно обсудить те или иные вопросы и передать или рекомендовать тем или иным игрокам. Поэтому это существует. Есть, которые считают, что Натаньяу все это было нужно для его электоральных, так сказать, интересов. Ну, это уже на любителях. Кто как хочет, может любой вопрос поставить под этим ракурсом, но доказательств нет. Но у нас доказательств нет, что эти вопросы были затронуты. Пока ничего не известно. Это только предположения, хотя они, наверное, обоснованы. Насколько Зеленский может использовать опыт Натаньяу? То есть речь будет идти просто о передаче какой-то информации, получении ответов, либо организации какого-то института, напоминающего Минский форум, который пытается решить проблему Украины и России. Я считаю, что как раз вторая возможность, она более реальна. Минский форум не сработал, эта четверка тоже как-то не склеивается. У России свои претензии, у Украины свои претензии, поэтому если разработать или предложить новый вариант какого-то решения, это не исключено. Само решение это, естественно, договаривающие стороны к нему подойдут. Но организовать процесс решения этого вопроса, это не исключено, что это реально. И, по-моему, Израиль мог предложить свои услуги, или был запрошен об этих услугах, или предлагать свои услуги, как одна из, скажем, участвующих сторон, или передающее звено, передаточное звено между президентом и других государствами. Москва согласится на такие последнические условия, или вообще такие услуги Израиля, или такую работу Израиля, исключительно потому, что ситуация просто безвыходная? Либо там все-таки рассматривают сложившуюся новую ситуацию, как способ решить свой региональный конфликт? Начнем с того, что, вероятнее всего, у Москвы есть интерес этот вопрос решить. И не впервые, но сейчас более серьезно настроены, тем более, что, вероятнее всего, этот вопрос стал составной вопроса отношений с Соединенными Штатами. Так что есть интерес. Конечно, и запрос цены, поэтому ныне действующие предложения, они как-то не укладываются в интересах. И поэтому Москва не против или не прочь послушать новое предложение, или сыграть это в другом направлении. Но все понятно, не будет озвучено в ближайшее время, они так или иначе верят. Даже если это произошло, это не так быстро будет вынесено, скажем, на информационное пространство. Ну что ж, будем надеяться, что все действительно произойдет, и мир там, в том регионе наступит. Впрочем, как у нас. Цивимаген, большое спасибо за участие в программе и ваш комментарий. Спасибо. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». В начале недели лидеры Хамаса недвусмысленно заявили, или катарские деньги на стол, или мы начинаем обстрелы территории Израиля. Очередной транш катарских денег доставили в сектор газа в четверг. Деньги пойдут якобы на выплаты бедным семьям и на оплату топлива для электростанции газы. Предыдущий платеж наличными в 15 миллионов долларов был доставлен 17 июля. Несмотря на деньги, территория Израиля в течение недели неоднократно подвергалась обстрелам. Военно-политическое руководство страны утверждает, что армия готова к любому развитию событий. А сам глава правительства не исключает даже наземные операции. Правда, с ремаркой, если потребуется. Оппозиция критикует Нитаньягу за отсутствие симметричных ответов на ракетные обстрелы и убеждает электорат, что Хамас управляет действиями израильского правительства. К нам в студии присоединилась арабист Ксения Светлова. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер. 15 миллионов, 17 миллионов, 20 миллионов. Деньги немаленькие. Катар так кровно заинтересован в решении проблемы сектора газа. Откуда эти деньги? Это государственный бюджет Катара? Ну, вы знаете, во-первых, для Катара это достаточно небольшие деньги. Начнем с того. Но и даже для самой газа это как бы, да, то есть это не огромные деньги. Это не те деньги, которые могут решить там проблему, да, скажем так, с там бедными людьми, 40% безработицы, с отсутствием электричества, воды и так далее и тому подобное. Но если мы говорим про Катар, то для них, конечно же, прежде всего, они видят перед собой не бедных и несчастных, а бездольных, которых действительно в газе хватает. Они видят отпочковавшуюся от братьев мусульман организацию ХАМАС, которая является прямым продолжательным делом Сайда Кудба, египетского лидера этой организации. Близка им по духу, и поэтому они плакают. Да, поэтому сколько уже их осталось на Ближнем Востоке, положа руку на сердце, да. То есть в Египте братьев мусульман вообще вынесли вне закона, объявили террористической организации. То же самое приблизительно происходит в Саудовской Аравии, Бахрейне и так далее и тому подобное. Египет, там в Иордании есть свои нюансы, но в целом их душат и крошат, и уничтожают как насколько можно. Поэтому это братья по разуму или нет, я не знаю, но однозначно как бы по религиозной направленности. Поэтому поддерживать ХАМАС это святое. Так, в общем, может дойти до создания особого заповедника и возить туда на самом деле туристов, смотреть на братьев мусульман. Да, из Египта, например, где еще может не победили окончательно все эти организации, но по крайней мере запретили. Как на самом деле используются эти деньги? Официальных заявлений о том, ну со стороны, скажем, Израиля и наших генералов и политиков о том, что эти деньги идут напрямую на террор, на самом деле доказательств никаких нет. ХАМАС говорит о том, что их раздают бедным. А куда эти деньги действительно идут? Смотрите, Борис, допустим, если мы даже предполагаем с вами самый худший вариант, что все деньги идут на террор. Учитывая, что ХАМАС у нас начал получать регулярно 30 миллионов долларов от Ирана, то 15 миллионов катарских денег, опять же, они вопросы не решают. Но то, что утверждает Бенемин Нитниау, премьер-министр нашей страны, что если раньше эти деньги, они же выплачивались обумазанным, и не было никакого контроля, так говорили нам в Ликуде перед прошлыми выборами, А теперь у нас есть контроль. Мы знаем, куда идет каждый доллар. Я уверена, что узнает однозначно, куда идет каждый доллар. Ну, может быть, каждый третий доллар, да, потому что в конечном счете, да, необходимо выплачивать какие-то суммы тем же самым сотрудникам ХАМАСа, для того, чтобы они не взбунтовались. Бедным семьям, иначе там начнется вот эта голодная антифада, которую мы видели уже, ее зачатки на протяжении марта-апреля этого года. Ну, и, конечно же, покупать топливо для электростанции, опять же, необходимо, поэтому часть денег, безусловно, идет на эти цели. На какие еще цели, остается только доказываться. Ну, многие говорят о том, что эти деньги идут на счетах ХАМАСа. То есть смысл тогда из... Смотрите, ХАМАС управляет газой, да, то есть все деньги, которые получает газа, они идут на счетах ХАМАСа, да, то есть они из этих денег могут выплачивать зарплаты, покупать там медикаменты, топливо и так далее, или, например, использовать их для того, чтобы клепать очередные ракеты Косам, да. То есть я убеждена, что часть денег идет именно туда, а часть идет на гражданские цели, потому что ХАМАС ведь де-факто это правитель сектора газа. Хотим мы этого или нет, но это как бы свершившийся факт. Другой вопрос, какова политика, которую проводит Израиль? То есть это заплатки, которые мы периодически с помощью катерцев накладываем на вот эту вот готовящуюся прорваться вот эту ситуацию. Но когда она прорвется, что мы будем делать? Кому тогда на самом деле катер помогает? Он помогает ХАМАСу или он помогает Израилю? Катер помогает ХАМАСу. Израиль считает, что он помогает Израилю, потому что мы не нашими руками, не нашими деньгами решаем там хотя бы частичную проблему, а катерскими. Но катер, прежде всего, конечно же, помогает самому себе, потому что это престиж в исламском мире, он помогает палестинцам. Многие, конечно, смотрят на это немножко косо и говорят о том, что не палестинцам помогают конкретно Хамасу, руководствуясь своими собственными целями, а кто когда альтруистично кому-то помогал в этом мире, спросите вы. Поэтому совершенно верно, у Хамаса есть цели, у Хатара есть цели, они на данный момент совпадают с целями Израиля, чтобы было тихо и спокойно в Газе. Но это все промежуточные решения, пока не будет четкой политики, что мы хотим делать с сектором Газа, как можно решить там проблему, в долгосрочном плане или в среднедолгосрочном плане, но нельзя решать каждый день заново, вот сегодня мы будем бомбить Газа, нет, сегодня мы будем через Катар будем давать деньги. К чему это все приводит? К тому, что периодически у нас сгорят поля, летят ракеты на наши с вами головы, и вот эта ситуация, она фактически находится в тюрьме. Но ситуация выглядит подвешенной, то есть все то, о чем вы сказали, при этом все это происходит постоянно. А есть ли вообще какая-то другая ситуация? Есть другая ситуация, есть много других ситуаций, да, то есть одни из этих ситуаций напрочь отвергаются прежде всего политическим руководством, не военным руководством, да, то есть у военных есть свои предположения, чем, например, может закончиться наземная операция, но они выполняют волю политического руководства, это все должны понимать. То есть решение принимается в Иерусалиме, а не принимается в Кирье, в Тель-Авиве. В этом плане. Поэтому, например, наземная операция, например, свержение Хамаса. Это приведет к тому, что мы будем вновь захватим сектор газа, вновь будут сидеть и сражаться наши солдаты, и вновь поднимать на улице Санкт-Петербурга. А эта идея и мечта текущего... О ней все регулярно говорят, например, министры еврейского дома. То есть давайте войдем, давайте свергнем, давайте вновь возьмем контроль и так далее. И отдадим Египту. А есть радикально другая идея. И отдадим Египту, они не хотят брать газу. Начиная с 1967 года, они последовательно от этой газы отказываются. И никакая сила в мире, абсолютно. Ни Дональд Трамп и никто другой не заставят президента Ассиси сейчас аннексировать, взять и взять. Зачем ему это надо? Израиль пытается, или, скажем так, наше, опять же, военно-политическое руководство, представить ситуацию таким образом, что якобы большинству арабских стран, стран Персидского залива, палестинская проблема больше не интересна. Катар, как бы святое исключение. Так ли это на самом деле? Получится ли вот использовать вот этот самый план, прием Трампа, когда вроде у палестинцев вообще не спрашивают, чего они хотят, а предлагают просто вот выбрать вот этот или вот этот вариант? Ну, для этого, для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит просто прислушаться хотя бы один раз к тому, что говорят лидеры Ближнего Востока. Египет, Иордания, Саудовская Аравия сказали уже все несколько раз. Яснее быть не может. Мы приветствуем любой план мирного регулирования до тех пор, пока он принят палестинцами. То есть, если его не примет Абумазан, имеется в виду, и, разумеется, не ХАМАЗ, а руководство палестинской автономии в Рамале. Возможно, у этих лидеров есть свое мировоззрение, они считают, что, да, в общем-то, стоило бы уже слезть от этого высокого дерева, там поступиться одним, вторым, третьим. И в Египте не могут этого сделать из-за общественного мнения, которое, ну, практически стопроцентно, как бы, да, пропалестинское. В Саудовской Аравии есть свои соображения, почему, в общем-то, как бы, да, то есть, почему еда, с другой стороны, нет. Поэтому все не так просто. Конечно же, палестинская проблема сдвинулась с началом арабской весны на второй план. Потому что, знаете, когда тут каждый день то бомбят Эдлиб, например, то там вырезают по тысяче человек каждый день в Йемене, там умирают от голода, от ТИФ, от чего угодно, трудно, в общем-то, да, продолжать сфокусировать. Внимание только вот на этой застарелой проблеме, которая никуда, тем более, не идет. Как бы, здесь динамика такая, что каждый день случается что-то новое. Поэтому, конечно, она не на первом плане, но она есть, она никуда не девается от этого. И если сейчас у нас, через там день после выборов, приедет товарищ Гринблат с товарищем Кушнером и скажет, вот вам план, давайте, значит, следовать этому плану, как бы, да, то, что палестинцы говорят, нам не важно. Это не будет встречено с пониманием и поддержкой ни одной арабской страны. Найдет ли это поддержку вообще, скажем, в Израиле? Если в случае выборов у нас поменяется коалиция, новая коалиция, не во главе с Ликудом, как она будет реагировать на все эти американские предложения? Насколько она будет, ну, настолько же лояльной, дружественной к Трампу, как администрация Нетаньяву? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я придерживаюсь мнения президента Ривлина на наши отношения с Соединенными Штатами, которые не зависят от политической конъюнктуры. Наши связи... Не должны зависеть? Нет, они не зависят. Они не зависят, да? То есть, вне зависимости от того, кто будет у власти в Израиле или кто будет у власти в США, наши связи тесны, и они основываются не только на личности политических лидеров, да? Поэтому, если придут к власти, допустим, я не знаю, в Израиле какой лаван, предположить, что это произойдет, немножко сложно, но, допустим, если это происходит, я думаю, что они будут внимательно относиться, конечно же, к предложениям американской администрации. Наверняка, публикация такого плана займет больше времени, потому что нужно будет провести определенные консультации. Другой вопрос в том, вообще не родился ли этот план, как бы, да, уже заранее мертворожденным. Потому что не обречен ли он заранее на неуспех, потому что время у президента Трампа до выборов остается, как мы знаем, не так уж и много. По большому счету, всего лишь год, да, с момента, скажем так, если отчитывать с ноября, формирования израильского правительства, а через год в Америке выборы. Будет ли у него время всем этим заниматься, оказывать влияние через свой вес, свою персону президента США? Я в этом, честно говоря, немножко сомневаюсь. Ну что ж, нам осталось немного подождать, пока у нас закончатся выборы, и мы, наконец, увидим ту самую политическую часть сделки Трампа, а там уже будет видно, как все будет развиваться дальше. Ксения Светлова, большое спасибо за участие в программе и ваш комментарий. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Кейс Сильвера. За что и почему государство по пути к легализации каннабиса сводит счеты с создателем «Телеграсса» Амосом Довом Сильвером. Таглит. Израиль для всех. 800 молодых евреев из стран СНГ приняли участие в самом уникальном проекте и узнали, чем живет Израиль сегодня. Мемента значит помнить. Иерусалимский балет представляет мировую премьеру. Спектакль о подвиге франциски Манн и катастрофе европейского еврейства. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Одна из громких криминальных историй недели поставила перед израильским обществом вопрос в очередной раз, готов ли Израиль к легализации или декриминализации каннабиса. Политики на выборах обещают послабление. Полиция параллельно ведет следствие против Амоса Дова Сильвера, человека, который создал систему «Телеграсс», систему продажи марихуаны в приложении «Телеграм». Собственно, очередная дискуссия началась с экстрадиции Сильвера из Украины, которая получилась только со второго раза. В первый раз создателю «Телеграсса» удалось сбежать от сотрудников СБУ прямо в аэропорту Борисполь. В начале недели мировой суд решен лиценно продлил задержание Сильвера на 12 дней. Полиция называет платформу «Телеграсс» международной преступной организацией по торговле опасными наркотиками, а ее основателя и владельца – главой преступной организации. Адвокаты Сильвера утверждают, что их клиент даже не получал денег от работы «Телеграсса» и является жертвой государственного произвола во всей этой истории. У нас в студии гости адвокат Александр Гомбарян и директор реабилитационного центра «Ренессанс» Сергей Юрченко. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, ну я, насколько понимаю, вы считаете эту дискуссию или, ну, по идее, люди вашей профессии считают эту дискуссию ненужной, то есть ни легализация, ни декриминализация Израилю ничего не принесет хорошего. Почему? Ну, мы видим это на практике, что принятый в прошлом году закон о декриминализации Уже в среде подростков уже снижается начальный уровень употребления, возраст употребления Если раньше мы говорили о 16-15 годах, сегодня мы уже говорим о 12-13 Поэтому все эти обсуждения легализации, декриминализации, они только рекламируют своего образа, в кавычках употребление запрещенных веществ, которые могут привести к необратимым последствиям, с которыми мы сталкиваемся каждый день То есть, если в этой истории все понятно, то получается, что судебные перспективы, на самом деле, Амаса, Дова, Сильвера абсолютно непонятны Александр, суд какое может принять решение? Он может его оправдать, поскольку есть очень много вопросов к следствию? Ну, мы знаем, что количество оправдательных приговоров в Израиле, в принципе, стремится к нулю, очень стремительно стремится Поэтому в оправдание я слабо верю С другой стороны, мы же не знаем всех фактов, мы действительно не знаем, что есть у полиции Мы не знаем тех материалов, на которых основано обвинение, поэтому мне кажется, ну вот это как рулетку сейчас, красная или черная В вашем реабилитационном центре люди тоже пользовались Телеграсом? То есть, они как бы жертвы этой преступной всей схемы? Ну, зачастую да Мы общаемся с нашими пациентами, очень многие покупали через этим таким способом не только марихуану То есть, покупали более тяжелые наркотики Но я считаю, что абсолютно справедливо осуждают данного человека, потому что все-таки, на наш взгляд, имело место быть пособничество И как бы в какую-то обертку это не оборачивали бы, все равно на базе того, что они создали, продукта, который они создали, велась незаконная деятельность Декриминализация на государственном уровне не очень удачная, но прошла в прошлом году То есть, сейчас перед выборами все политики обещают продолжить эту декриминализацию Как это все вообще складывается в одну картинку? Как бы декриминализация, которая прошла в прошлом году, вы сами заметили, что она была не совсем удачной И опять же, как бы политика и экономика, они всегда как бы очень дружно идут в ногу Даже, вы говорите, большинство людей употребляют марихуану, но это не совсем так Но есть достаточно большой процент, я не буду его называть, но даже если он будет, скажем, 10-15 процентов Тот же самый 10-15 процентов выборных голосов, это огромный кусок пирога И политики, конечно же, хотят его взять себе Любой компетентный нарколог скажет вам, что если сравнивать два наркотика, алкоголь и марихуану Алкоголь гораздо более опасен по всем проявлениям Несмотря на это, он у нас легализирован Потому что люди взрослые, которые уже старше 18-ти, они все-таки могут немножечко хотя бы за себя отвечать Тем более, мы живем в такой стране, где каждый практически был в армии Если человеку давали автомат или танк управлять, то вот как-то он может для себя решить Выпить бутылку пива или не выпить бутылку пива Теперь, ну чисто логически, если мы говорим о другом наркотике, который менее опасен, чем алкоголь И достаточно распространен, ну нет никакого смысла делать этих людей преступниками Потому что люди, которые не совершают преступления, не преступники, полезные члены общества Они не должны быть преступниками в глазах закона, иначе это, ну как бы, девальвирует нашу систему ценностей Тогда преступник получается, это и убийца-насильник И тот, кто просто пришел домой, инженер расслабился, выкурил свою марихуану Он тоже получается судимый преступник, это же бред какой-то Какие все-таки есть аргументы? В других странах пошли на полную декриминализацию, либо легализацию, избавив людей от уголовной преследования? Я не могу согласиться с вами в том плане, что если мы, общество, когда-то согласились на то, что алкоголь зайдет в нашу жизнь легально То есть будет продаваться в магазинах, будет продаваться в барах, государство будет зарабатывать на этом в виде налогов Люди будут получать на этом зарплаты и так далее Потому что, как оказалось, у нас нет выбора, мы помним себе сухой закон в Америке Все-таки государство 20 лет с этим боролось Оно понимало, что это зло, но не могло ничего с этим поделать, потому что желание людей употреблять было сильнее Черный рынок делал огромные средства и так далее Но я думаю, что это не причина узаканивать еще одно зло, которое явным злом является Есть страны, в которых за это дают пожизненное заключение Но это обычно те же страны, в которых за гомосексуализм побивают камнями Ну, я думаю, что это все, скажем, в Сингапуре не побивают камнями за гомосексуализм Это одна из самых развитых стран в мире, и все-таки наркотики там запрещены Как будет развиваться ситуация? Все-таки после выборов в течение ближайшего времени она изменится в сторону устражения закона На фоне того, что происходит с создателем Телеграсса Либо все-таки у нас произойдет декриминализация, против которой, опять же, есть те, кто за, и есть те, кто против Мне кажется, что государство будет выталкивать всех с серого рынка и с черного рынка И, соответственно, послаблять относительно пользователей Потому что, ну, уже это совершенно бессмысленно бороться с пользователями И жестче прикручивать тех, кто торгует в обход существующих законов Ну, а тем же самым станет больше употребляющих людей Которые в любом случае будут покупать и на сером, и на черном рынке Черный и серый рынок невозможно победить полностью, мы это знаем По рынку алкоголя, по рынку сигарет и так далее, и так далее Да, больше налогов будет заходить в казну государства И да, у нас появится отрасль Прямая отрасль по производству каннабиса, который будет продаваться для развлекательных целей Мне важно заметить, что мы не имеем ничего против лечебного каннабиса Это очень хорошее лекарство А против реперационного? И оно должно попадать каждому, извините, оно должно попадать каждому человеку, который в этом нуждается Против чего? Рекреэйшнл юз, то есть, ну просто если человек хочет расслабиться и покурить Мы против этого, потому что проблема в том, что и дети сегодняшние, которые смотрят на своих родителей, которые курят, выпивают Рано или поздно начинают курить и выпивать Вы же знаете, что нет ни одного исследования, которое подтверждает эту безумную теорию о том, что марихуана это гейтвейдраг Она не лишена смысла, потому что тех наркоманов, которых знаю лично я, очень многие из них поступательно шли к своей наркомании Начали с гладка пива и с сигареты Началась с сигарета, алкоголь, легкие наркотики, закончили уколами героина, морфина и так далее Но если у человека такая траектория движения в жизни, то, так сказать Вряд ли, наверное, может что-то спасти В первой затяжке сигареты он уже туда идет Важно сказать, что это происходит в самых лучших семьях В самых лучших семьях Мы работаем со всем спектром общества Это не обязательно люди из затворок нашего общества Это бывают люди из самых хороших семей, с хорошим образованием и так далее От зависимости, от безумия зависимости никто не защищен Мне кажется, что очень хорошо было бы понимать Не впадать в крайние точки зрения Потому что, что я вижу, да Очень часто вся эта дискуссия разделяется на две крайности То есть одни люди говорят, что марихуана это спасение человечества Это самое прекрасное, что есть и так далее Вторые люди говорят, что это ужасный наркотик И мы все, так сказать, умрем То, что вот, хотелось бы понять, что посередине действительно обычно правда Точно так же, как с алкоголем Есть люди, да, и большинство подавляющих людей Которые употребляют алкоголь Могут там выпить бутылку пива Или там рюмку какую-то раз когда-то Да, и существуют больные люди, алкоголики Которым, ну, пить уже совсем нельзя Или люди, у которых алкоголь вызывает агрессию Люди, которым нельзя пить Их достаточно много Вот, мне кажется, та же история и с марихуаной Есть люди зависимые, которые из-за этого теряют свои амбиции Как-то, в общем, теряют определенный уровень агрессии в жизни необходимой, наверное, и так далее А есть люди, которые время от времени ее употребляют И мне кажется, что декриминализация очень важна для того Чтобы избирательно не могли прийти вот за каждым Да, и сказать А вот мы тебя сейчас поймали, да, если нужно Вот это нехорошо Я считаю, что преступления должны быть зарезервированы для преступников Ну что ж, я надеюсь, что наша страна найдет какую-то золотую середину в этом вопросе Хуже не станет, станет только лучше Ну, в общем, все мы будем дальше счастливы Мы тоже надеемся Спасибо за участие в программе и ваши комментарии Вы смотрите программу «Дни в Израиль», то есть открывают для себя страну Одна из важнейших целей Таглита — помочь его участникам найти свои еврейские корни И увидеть действительно ту страну, которая может быть их страной с правом по рождению Ко мне в студии присоединился Иван Гончаренко, директор по маркетингу Таглита в странах СНГ, Германии и Англии Иван, добрый вечер Добрый вечер 19 лет — это очень большой срок В следующем году юбилей Все же, что действительно стало самым главным за эти 19 лет и самым главным результатом для Таглита? Знаете, Таглит, вы сказали, сейчас 19 лет Я вспоминаю себя, когда я в 2009 году присоединился как солдат к группе Таглита И действительно за это время Таглит каждый день меняется и улучшается И, наверное, самая главная цель проекта, я думаю, это объединять Объединять ребят, которые живут в Израиле, израильтян, и ребят из диаспоры евреев, которые приезжают сюда Объединять страны евреев, в которых они живут, и Израиль Объединять между разными странами Допустим, вот мероприятие, о котором вы говорите, которое состоялось на этой неделе 800 ребят из 15 стран СНГ Мы говорим о Азербайджане, Армении, Грузии, России И это, наверное, единственная площадка, где они могут встретиться, как евреи поговорить Они находят между собой общий язык, то есть у них есть что-то общее, и это общее появляется в Израиле? Знаете, Борис, раньше мы замечали, что группы из Америки, к примеру, очень отличаются от групп из стран СНГ Потому что американские группы были более открыты, более радостные, более веселые Русскоязычные группы немного смотрели на все с подвохом Сегодня мы видим, что группы разницы намного стираются в каком-то смысле Потому что новое поколение, новые времена Люди становятся, ребята молодые особенно, ребята становятся более похожими друг на друга Поэтому общий язык они находят, у нас все больше и больше есть именно международных групп Когда ребята с разных стран приезжают в одной группе Как реагируют вообще молодые евреи в Англии, например, в Германии, в СНГ Вообще на эту возможность поехать и посмотреть? В Англии и в Германии более-менее все знают, что такое проект Таглит Более-менее большинство людей знает о своих еврейских корнях В странах СНГ это действительно возможность Многие из ребят вообще не знали о своих еврейских корнях Благодаря Таглиту впервые они узнают, что есть такая возможность Узнать и что есть какая-то связь с каким-то государством там на Ближнем Востоке Поэтому для них это действительно что-то особенное Вначале они не понимают, зачем, почему благотворительный фонд Генезис Почему другие филантропы, почему другие организации хотят вкладывать деньги в такой проект И конечно же нам приходится их объяснять, что это только потому, что они часть еврейского народа Но как можно за 10 дней показать человеку и с одной стороны страну, с другой стороны Стимулировать, стать триггером его этой еврейской самоидентификации Которая там, ну не знаю, где-то на просторах СНГ очень часто вообще многим неизвестна И это действительно факт И в принципе добиться вот того результата, который есть Из-за которого Таглит называют неким уникальным проектом Когда отсюда уезжают абсолютно другие люди Во-первых, это действительно что-то очень тяжелое За 10 дней невозможно познакомиться с страной Некоторые израильтяне, которые присоединяются к группам Как я сказал, то есть тоже, чтобы познакомиться с ребятами из Диаспоры Иногда они после 10 дней говорят, ребят, я живу в Израиле Никогда в жизни не видел столько разных мест, которые мы видели за программу Поэтому образовательный отдел в Таглите очень сильный Каждое исследование, каждый год мы пытаемся понять все больше и больше А чем интересуется вот сегодняшний 18-летний парень и девушка Что им интересно, что они хотят взять И, наверное, самое важное это также понимание, что мы не хотим дать им ответы на все вопросы То, что важно Таглиту, это заинтересовать человека, узнать больше еще о себе И поэтому, когда ты не ставишь цель объяснить, провести какую-то, возможно, пропаганду на ту или другую сторону Наша цель просто сказать, приедьте, посмотрите, знайте, что это тоже ваше И вернитесь домой с вопросами То есть это экскурсия в свою собственную внутреннюю сущность и понимание того, кто ты есть на самом деле Да, вы знаете, мы сделали в прошлом году огромный кампейн в России по Таглиту И мы назвали это «Поездка про тебя» Потому что это поездка не о Израиле Это поездка о участнике, который каждый может вернуться и открыть для себя совсем другую связь с Израилем Кто-то решится остаться и развивать свою еврейскую самоидентификацию в своем городе Кто-то решит приехать жить в Израиле Кто-то, наоборот, посчитает, что это никак с ним не связано Но, может быть, найдет свою вторую половинку во время поездки и построит семью Каждый сам решает И когда мы не ставим вот этих границ, целей, чему мы должны его научить Это превращает поездку во что-то особенное И, знаете, мы в сентябре у нас будет в Одессе мероприятие на 3000 человек Мы будем праздновать открытие сезона И ребят, которые были на Таглите, которые будут на Таглите И для меня было очень особенным открыть для себя Что те, кто приехали на Таглит, когда услышали о том, что будет мероприятие Они хотели записаться как можно скорее Хотели приехать со всей Украины Политический Таглит не планируется? У нас выборы, политическая система в Израиле достаточно уникальна Ну, скажем так, интересна и не похожа на то, что происходит в стране СНГ И вообще, скажем, политика, она влияет на маршрут? То, что спрашивают ваши участники проекта? Политика вообще не является важной частью Таглита И у Таглита нет никакого... То есть она вообще не является частью? Но это фон? Но, конечно же, фон рассказать о том, что происходит Мы приглашаем лекторов И, кстати, вот Ксения Светлова, которая была до меня Она тоже участвовала как лектор в некоторых из наших групп И, конечно же, мы хотим дать познакомить их со всеми частями Израиля Кстати, у нас есть группа из МГИМО Студентов из МГИМО, которые приезжают, чтобы узнать больше именно о политической части То есть то, что Таглит делает, он говорит, хорошо, каждый человек, каждой группой их интересует что-то другое Давайте создадим поездки именно под те группы, которые интересны У нас есть поездка, которая связана с кулинарией на Ближнем Востоке У нас есть поездка, которая связана с политикой, больше как поездка МГИМО У нас есть поездки, которые экстрим-поездки, где больше ребята пытаются уйти в спорт, сказать так Ну что ж, действительно, есть все и для всех Хорошо, что существует Таглит Иван Большое спасибо за участие в программе Успехов вам и вашему проекту Ну и с наступающим юбилеем Спасибо, Борис Мемента значит помнить Иерусалимский балет представляет мировую премьеру Спектакль о подвиге Франциски Манн и катастрофе европейского еврейства Вы смотрите программу «Израиль за неделю» На фоне выборов у нас многое потерялось в Израиле Но, конечно, не все Итак, 1 сентября в центре Сюзан Делаль в Тель-Авиве Состоится премьера спектакля «Мемента» В исполнении трупа Иерусалимского балета Под управлением Нади Тимофеевой Балет «Мемента» посвящен судьбе и подвигу Великой еврейской танцовщицы Франциски Манн Одному из символов еврейского сопротивления во Второй мировой Надя Тимофеева, художественный руководитель трупа Иерусалимского балета Гость в нашей студии Надя, добрый вечер Добрый вечер Тема безумно сложная Судьба Франциски безумно сложная И все-таки вы делаете спектакль, посвященный именно ей Именно о том, как сложилась ее судьба и жизнь И я, насколько понимаю, придаете очень большое этому значение О чем идет речь? Скажем так, я бы не назвала ее великой балериной еврейской Потому что она была совсем молоденькая девочка И она была очень подающая большие надежды Она выиграла в конкурсе И перед ней открывались огромные перспективы Я так предполагаю, что она была уже ведущей Балериной в театре Но назвать ее великой, наверное, было рано Сюжет то, что молодая Подающая балерины Франческа Она... мы видим ее в Варшаве Мы видим ее семью Мы создали ей окружение Наступает война 1 сентября 1939 год Их через какое-то время всех ссылают в гетто Где она пытается зарабатывать, танцуя в ночном клубе Ею пользуются нацисты Была огромная кампания По собиранию денег Как бы оббирали евреев Сделаны были липовые паспорта Им было сказано, что их всех вывозят за границу Что они едут на свободу На самом деле они добровольно платили огромные деньги за липовые паспорта И дальше их посадили на хороший поезд Это не был товарный поезд для животных И когда они вышли, они думали, что они на перевалочном пункте По дороге за границу Они были уверены... В Свейцарии Да Они были уверены, что они спасены После чего им сказали А теперь, пожалуйста, нужно пройти дезинфекцию И когда они оказались перед фактом И сопоставили все факты, что происходит В этот момент они поняли, где они находятся Поэтому как бы я, ставя себя на место ее Представляю себе, в каком... Какой был шок И какая должна была быть злость За все, что произошло Потому что она своими руками Она понимала, что если бы она этого не сделала Их бы все равно всех убили Но вот это ощущение, что ты постоянно борешься И пытаешься спастись Она как бы ни на секунду не сдавалась Ну и то, что она сделала Это, в общем, имеет статус современной легенды Легенды времен катастрофы То есть она застрелила двух или ранила двух офицеров Одного она застрелила И одного она ранила Непосредственно на входе в газовую камеру Да Поэтому как бы то, что я себе представляю Когда она поняла, что все произошло Она поняла, что все, дальше пути нет И они все идут на спирт Я бы подумала, ну минимум одного я с собой прихвачу Или сколько я смогу Что я смогу хоть как-то отомстить То есть вот это вот ощущение, что она до самого конца Она не сдалась Сопоставив все факты Я обратилась к большому другу Михаилу Садовскому Который писатель Он друг мамы был Старинный друг И сказала Мишенька, надо написать сценарий, либретто на эту тему Поэтому То, что получилось Скажем так, это сделано Мы вдохновлены были этим всем рассказом Насколько это историческая правда Я не могу сказать Язык балета, движение Рассказать историю катастрофы движением Это достаточно сложно Потому что вербально ее сложно рассказать То есть мы находимся уже на таком отдалении от этого всего И все-таки эта тема оказалась главной Почему главной? Почему важной для вас? Потому что я считаю, что мы должны помнить Цель этого балета Не только воскресить историю о Франческе Но и еще раз обратить внимание на тему катастрофы Потому что мне кажется, что это Особенно сейчас Антисемитизм очень сильно возрастает Везде в мире И в нашей стране Да, люди образованы Дети, да, изучают историю Ездят в Польшу Это очень все важно Но Когда ты смотришь визуально На спектакль То ты Как бы ассоциируешь себя с героями Ты проживаешь с ними Для меня было важно Чтобы, я не знаю, если у меня это получилось Чтобы мы показали историю этой семьи Я не показываю весь Весь Холокост Я показываю именно историю конкретной семьи И что они пережили И их путь От такого хорошего Хорошей жизни Спокойной в Варшаве До самого конца Обычно для актеров Танцоров балета Которые участвуют в подобных эмоциональных Очень спектаклях Очень тяжело это все переживать Насколько ваши коллеги Ваши подопечные Смогли действительно вжиться в эти роли Что они чувствовали Что чувствуете вы, когда смотрите это на сцене? Очень тяжело То есть Мы плачем иногда Смеемся Это огромный процесс И это не только Именно актерский огромный процесс Потому что Задача была Не только танцевальная А именно драматическая Для меня очень важно Что у каждого есть Своя роль У каждого своя нить И каждый из персонажей Для меня очень важен Не только Франческо Просто как бы она является Гвоздем На чем все держится Но Есть мама Есть папа У нее есть целая семья И у каждого есть жизнь У каждого то, что они потеряли В тот момент, когда они оказались В спектакле есть евреи В спектакле есть нацисты В спектакле есть Несколько пространств Абсолютно разных Варшава И концентрационный лагерь Каким образом удалось решить это С точки зрения визуализации Сценографии? Сценографию И дизайн всех костюмов Делает Инна Полонская Мы очень много работаем вместе Мне кажется, что она нашла Оптимальное решение Потому что Скажем так Мы достеснены Средствами А задача у нас довольно большая Именно нужно Мы должны сперва Быть в Варшаве Дальше мы переносимся в гетто Оттуда мы переносимся в Аушвиц И Совершенно разное Должно быть ощущение Мне кажется, что это очень успешное решение Которое нам позволяет Модулировать Разные пространства И передавать настроение Того места, где они находятся Что будет дальше со спектаклем? Будет ли он показан только в Израиле Либо все-таки планируются какие-то гастроли в Европе, в России? Сперва спектакль должен выйти Я очень надеюсь, что мы сможем его показать за рубежом Мне кажется, как бы это моя тоже задача Потому что я бы хотела Показать людям Чтобы люди видели Что с нами происходило И эта часть истории Чтобы она была незабываема И мне кажется, что ее нужно все время возобновлять Мы должны все время возвращаться И я не видела Я не нашла Пока что в средствах массовой информации Никаких балетов на эту тему Я очень надеюсь, что мы сможем показать И мне бы очень хотелось обратиться ко зрителям Чтобы зрители не жалели себя И пришли на наш спектакль Потому что я знаю, насколько тяжело смотреть Все, что связано с этой темой Я не делаю страшилку из этого Я пытаюсь показать историю семьи Это да, не будет легко Я не могу сказать, что это будет легкий спектакль Я надеюсь, что он не будет легким Это не было моей целью Насколько мы справимся Это судить зрителю Ну что ж, увидим 1 сентября Напомню еще раз Тель-Авив, Сюзан-Даляль Известный Тель-Авивский зал Затем 7-го премьера уже в столице В Иерусалиме Надя, желаю вам удачи Спасибо за участие в нашей программе Спасибо вам большое Спасибо Это все на сегодня О том, как мы проживем следующие 7 дней Мы расскажем вам в нашей следующей программе Израиль за неделю На канале РТВА и Шава Атов Хорошей всем недели И до встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова